Первые награды в начале долгого спортивного пути. Юные хоккеисты дворовых клубов города завершили сезон 2016-17. По этому случаю для них традиционно устроили торжественное награждение в Центре детского творчества. Лучшие команды, а также их тренеры получили кубки и грамоты. Кто оказался победителем, а также на каком уровне сейчас находится детский дворовый спорт. В сюжете Никиты Нехорошкова. Награждают начинающих хоккеистов по возрастным группам. Команда «Юный строитель» в этом году оказалась наголо выше всех соперников. Ребята выиграли каждый матч в городском турнире. Победы для них уже стали своеобразной традицией. Игрок команды Костя Винокуров в составе «Строителя» несколько лет. За это время вместе с друзьями закрепили за собой звание фаворитов. Секрет успеха – дружная команда. Состав был всегда почти одинаковый. Продельной тактики не было. Ну, соперников иногда разбирали, смотрели, как они играют. А больше старались в свою игру играть или как соперник? Да, старались играть в свою игру. Уже 9 лет программа развития дворового спорта находится на контроле новотрубного завода. Совместно с администрацией города ПНТЗ выступают инициаторами возрождения детских турниров. Теперь ребятам не нужно куда-то ездить, чтобы позаниматься. Спорт стал доступен для них во дворах. Сейчас новотрубные с года в год оказывают финансовую помощь юным хоккеистам. Это касается как площадок, так и спортивной амуниции. Сейчас и инвентарь, и форма, и тренеры, которые с ними работают. То есть здесь это начинание, оно не только восстановлено, но вот оно еще приобрело большие масштабы и в лучших формах существует. Причем программа ПНТЗ – это не только пропаганда здорового образа жизни, это еще и ориентиры на будущее. Сейчас многие ребята, играющие на городском турнире, мечтают когда-то стать мастерами спорта и защищать цвета уральского трубника. Очень важно правильно развить и воспитать потенциальный спортивный резерв. Только за последние несколько лет в молодежку пришло 20 бывших воспитанников детских дворовых клубов города. У нас создана вот такая пирамида, да, дворовые клубы, детско-юношеская школа, молодежная команда и команда мастеров. Но даже в детско-юношескую школу не должны приходить дети, которые не умеют кататься на коньках. То есть первые уроки, первые основы вида спорта ребята получают именно во дворах. Сейчас турнир по хоккею закончен. Лед на кортах скоро растает и ребята уберут клюшки до следующей зимы. Но занятия спортом продолжатся. Уже на этой неделе дворовые клубы начнут подготовку к городским соревнованиям по футболу. Сейчас мы будем готовиться к турниру «Кожаный мяч», который тоже спонсирует новотрубный завод, хоккейный клуб «Уральский трубник». Турнир будет начинаться с мая по июль. И награждение у нас к дню «Металлурга». Пока турнир не стартовал, ребята под руководством тренеров будут старательно к нему готовиться. Заниматься будут в спортзалах школ. Никита Нехорошков и Михаил Пиранков. Служба народных новостей.